В пятницу днём из-за необычной аварии на два часа оказалось парализовано движение по одной из главных улиц Хабаровска, Серышева. Дорогу автомобилистам перегородил армейский КАМАЗ. На время оформления ДТП инспекторам пришлось полностью перекрыть дорогу от улицы Джамбула до Волочаевской в обоих направлениях. Там нет, не проскочь. Полностью перекрыта фура, полностью перекрылась. Авария произошла, когда водитель грузовика попытался заехать на территорию штаба Восточного военного округа. Приблизившись к контрольно-пропускному пункту, 40-летний шофёр понял, что габариты груза, а в полуприцепе был массивный контейнер, не пройдут в невысокую арку въезда. Шофёр решил проезжать через другие ворота, но попытка выехать обратно на дорогу успехом не увенчалась. И на этот раз подвели габариты. Теперь уже длина КАМАЗа. Мужчина включил задний ход, но машина начала бесконтрольно скатываться вниз на припаркованные у дороги автомобили «Жигули» и «Тойоту Харьер». Ехали по первому ряду. Значит, выкатываться. Мы даже не заметили. Он скользил или он сдавал назад? Мы не поняли, что он там делал. Но факт в том, что когда мы уже вышли, казалось, что машина была вообще без водителя. Она просто сама ехала назад. С такими обвинениями водитель грузовика был в корне не согласен. Он убеждал полицейских, что был за рулём, но сделать что-либо с неуправляемым большегрузом не смог. Мы смогли выехать. Как не смогли выехать? Не там, а вверху были? Да, если здесь. И вы назад покатились или что? Или сдавали назад? Да, покатился назад. А вы в машине находились в этот момент? Да. Тут говорят, что с ручьяком у вас было снят. Ну я же в машине был, как бы она. Что у вас не было в машине, люди очевидцы говорят? Как дело-то было? Ну не вытянулся, а скатился назад. Если водители легковых автомобилей ещё могли найти объездной путь, то работники общественного транспорта оказались в безвыходной ситуации. Самовольно изменить маршрут они не могли. Пассажиров пришлось спросить выйти. Деньги за билет вернуть. Ну пострадали. Вот, как вы видите, водитель Жигули четвёртой модели, водитель Тойоты, так как машины у них разбитые. Ну а мы в данном случае страдаем из-за того, что пассажиры от нас ушли, соответственно, не доехали до своего пункта назначения. Полицейские в экстренном порядке оформили аварию. К трем часам дня движение по улице Серышева было полностью восстановлено. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анна Карпова и Павел Рогатин.